...христианского монарха у Карла Пятого за счет того, что Карл Пятый объявляется императором Вожделенной Римской империи. Но Карл Пятый не так просто освобождает короля. Во-первых, он требует 4 тонны золота за свободу монарха. Во-вторых, он требует, чтобы в качестве гарантов на 4 года в плен вместо короля отправились двоих наших сына. И, наконец, еще одно условие, которое должен выполнить король, он должен жениться на старшей сестре самого Карла Пятого. Это оскорбление для Франциска Первого. Во-первых, он немножко жена. У него есть супруга, которая родила ему 10 детей. Развестись он не сможет по-баримски никогда. В этом случае развода не даст. Ну, Клод Французская была уже преклонных лет. Ей исполнилось целых 25 лет. То есть старушка, которая вполне могла в тот момент и покинуть этот мир. Элеонора Испанская была не менее пожилой дамой. Ей было 27 лет. Но при этом она влюбилась во французского короля и потребовала от своего брата выполнения условий. Или она выходит замуж за французского короля, или она уходит в монастырь, и богатейшая провинция Арагон тоже достанется церкви. Поэтому Карл Пятый настаивает на этом браке. Ну, Клод Французская, изнуренная многочисленными родами, не разочаровала испанский двор, потому что в возрасте 25 с половиной лет она умерла, и король должен выполнить условия. Элеонора Испанская не вызывает у него никакого восхищения, поскольку она смугла кожа, а это не признак красоты, совершенно не тот тип женщин, которые нравятся Франциску Первому. И по этой причине Франциск Первый в гневе, вынужденный дать это прочное обещание, направляется в Париж. Луиза Савойская прекрасно понимает, что ее ждет очень непростой разговор с сыном, поскольку...